Сотрудники научно-исследовательской лаборатории структурной биологии Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра Казанский научный центр Российской академии наук, Московским физико-техническим институтом с коллегами из Франции, Нидерландов и США выявили новые участки в структуре рибосомы кандида Альбиканс, которые станут мишенями для селективных терапевтических препаратов нового поколения. Мы изучаем, как работает механизм синтеза белка у кандиды и чем он отличается от человека и ищем какие-то слабые места, на которые можно воздействовать, подавив этот процесс у кандиды и не затронув клетку человека. Мы решили структуру рибосомы, это главная фабрика по производству белков в клетке у кандиды и нашли участок, который отличен от человеческой рибосомы. Кандида Альбиканс, наиболее часто встречающийся патогенный грибок, возбудитель множества поверхностных инфекций. Его устойчивость к современным противогрибковым препаратам постоянно усиливается. Лечение кандидоза требует применения дорогостоящих препаратов и в большинстве случаев не гарантирует полного избавления от болезни. Это связано со способностью дрожеподобных грибов вырабатывать устойчивость к современным лекарственным препаратам. Учеными были обнаружены специфичные по своему строению участки и сайта рибосомы кандида Альбиканс по сравнению с человеческой рибосомой, что открывает возможность для разработки нового сельфтиного ингибитора, блокировающего работу рибосомы кандиды. Кроме того, удалось объяснить причину устойчивости кандида Альбиканс к антибиотику циклогексимиду. Ученый добавил, что инфекции кандида Альбиканс очень распространены и особенно опасны для людей со сниженным иммунитетом. Отметим, что работа велась в рамках междисциплинарного гранта президентской программы Российского научного фонда «Структурные основы белогосинтезирующего аппарата кандида Альбиканс». Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Елизавета Никитина, Фариза Хитаглы, Универньюс.